Так, мы вышли из собора, потрясающее место, и у нас, значит, что еще входит? Трапезная и Брама. Оказатели, и мы сейчас узнаем, где это находится. Интересно, до скольки они работают, но, наверное, мы успеем. Трапезная и Брама. Ага, пойдешь налево трапезную, а Брама, наверное, где-то там. Значит, нам налево. Да, пошли. Идем. Идем, показывали. Кстати, несколько раз садились, заряжались. Телефончик, все работает, розетки работают, приятно. Да. Есть скамеечки на втором этаже, посидишь. Очень вежливые женщины, на каждом этаже несколько женщин, которые подходят, вам объясняют информацию, которая вам нужна. Очень приятно вообще. Мне как будто... Ой, переводи, посмотри, что впереди на жир. Солнышки, не кресты сверху, а солнышки. Ну, так делали. Красиво. Слушай, если там трапезная, может, там покушать еще? А, почему бы и нет? То мы с самого утра ходим, снимаем видео. Ну, трапезная налево, а Брама вроде... А, ну, вот еще один указатель. Ну, давай. Я, кажется, Брама. Идем. Брама. Брама это что-то? Все, ну, идем на Браму. Брама Забуровского, наверное, вот это? Ну, давай, там всегда сидит чайчик, можно спросить. А где человечка? Ну, вот он во входе. Во входах. И терялись трошком здесь. Так, теперь Оля дала мне. У меня рука. Слышите, она прибегает, подходит. Я прибегаю. Я разговариваю с женщиной. А у нее такая ручонка вот так. Показывает мне руку. Разогни мне. Я говорю, что я не понимаю, что ты хочешь? Она говорит, разогни мне руку, разогни мне руку. А я вижу все время палку, это селфи. Ой, вишни, 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 вишни. Сейчас мы вам вишенку покажем. Смотри, вишенка. Слушай, а это я приблизила? Или нормально? Не, нормально, но в центре. Да? Да, это нормально. А мне кажется, это приближение. А ну? Я сегодня на таком приближении снимала все сегодня все. Я сейчас не видела в таком приближении. Так, билетик главное не потерять. Брама. Не, ну прямо, наверное. Вон еще указатель есть. Как тебя легко запутать, сбить с пути. Да? Да? Да, после какой деревянник все просила. Я подумала, что она убегала. Ага. Да, кстати. Это яблочки? Яблоня, да? Яблоня. А вот яблоня. Посмотри, малысенька. О, это ж мы шли по той улице, да? Да, мы проходили в вашем прошлом видео. Даже через видео. Так это и есть брама. Видишь, мы с той стороны сняли и ворота эти. А вон, наверное, вход, да? Да. Ну смотри, нет, вот женщина. У нее душа. О, прекрасно. А у нас есть брама. Мы не знаем, какая там трещина. Наверное, это она. Это она. Здравствуйте. Здравствуйте. Беру у Наташи камеру. Пожалуйста. Так, входит. Пожалуйста. Спасибо. Осматривайте и пойдете в трапезу на службу. Обязательно. Потому что что интересно. Поняли. Уходи, что. А во сколько закрывается трапеза? Когда служба заканчивается, тогда все. Поняла. Поняли. Может быть до шести, может быть до семи. Смотря на цели. А это какие-то ювелирные украшения? Я не могу вам сказать, что ценности у них. Ага, ценности здесь есть. А еще ручная работа тоже. Для кого у нас строится. Ой, ромашки. Ага. Все время нормально. Со второго глаза поднимайтесь наверх. Поняли. Спасибо. Приспокойтесь. Через... Дверь, переход. Да, да, да. В общем, брама Забаровского. В 1746 году. Ага. Ой. Наташа меня вызовет. Спасибо. Да, мы здесь вот снимали просто. А-а-а. Среди ворота. Так, Наташа открывает все двери. Среди ворота, да. В браме Забаровского. А ты хочешь лезть? Ну да. А что у нас есть? Вариант не лезть. Вот такие ступенечки. Где-то очень узко были в Индии. И где-то еще. Так еще и как-то... Господи, меня сейчас укачают. Дорогие подписчики, вас еще не укачало? Вот Наташа уже где-то. Такие деревянные ступени. Дайте-ка я отдаление сделаю. Ой, это вежа Анны Ярославовны. Ух ты. Неплоховато. Вот так вот. Башня Анны Ярославовны. Ага. Ничего так она в башню забралась, конечно. Могла бы попроще. Что там снизу у нас было? Ого. Летит далеко. Давайте я буду снимать, чтобы эти руки не занемели. Так, историчная доведка. Кратенько. Кому нужно, прочитайте. Кто такая Анна Ярославовна. Надеюсь, вы все знаете. А это ступени здесь колечки. Можете здесь посидеть? Нет, можно. То есть она здесь жила, наверное, да? Ага. Ух ты. Вот цвета какая. Он не вяжет заново, мог бы сказать. Ну, женщина сказала, и поспешите в трапезную. Я не знаю, с какой целью, но в трапезной интересно. Сейчас будет служба. А когда она будет закончиться, как... Как это? Как она сказала? Как пастырь. Ой. Как закончится рабочее время. Ну да. То ли она сказала, что простите. Ну да, я потому что ты внимания не обращаешь всегда. О, простите, простите. Это как бы... Ну, это же понятно, не ее наряды. Ну, видимо, так восстановили. Они плохо так носили, да? Красиво. А между прочим, очень похоже на саре. Ну, некое подобие. А представляешь, это все парча, шелка были, хлопок. Ну, другая выделка. Что вы думаете? Можешь уже Машку снять? То есть маску. Слушай, а как ее тут это? Тут так душненько, если честно. Наверное, открывали окна. На колонок, посмотри, а ванны вообще такие... Наверху ты имеешь в виду? На колонок. А, на колонок, да, это я уже посмотрела. Вот это точно должна была быть парча. Золотая, вышитая. Вот такой Киев красивый. Ярко. Вот двор. Откуда мы пришли, да? Ага. Ну, это выставка, видимо, разных художников на тему Киевской Руси, я так понимаю. Владимир, ряженые, например. А ну, ряженые. Угу. Интересно. Такие арки красивые. Ну, да, дракончики или краски? Ну, как, дракон. Я думаю, дракон. Ну, а в лицо же там не красиво. Нет, дракон. Дракон, драконище. А вот Киев. Да. Ой, а вот украшение ее наверняка. Ну, как бы. А, кстати, ее, не ее. Вон камень какой-то, слушай. Браслеты. Стекло, браслеты, круг. Ну, не ее, понятно. Одиннадцатый, двенадцатый. На мысто это бусы. Крестик нательный. Камень, вы видите. Мозаика, опять же. Ну, какая была. Так, а тут что? Ремские Евангелие. Одиннадцатое столетие. Репритное выдание. Не знаю, что это значит, 2010 года. Венцы шлюпные. Венцы шлюпные. А, брачные. Брачные. А, 19 век. С камнями. Олова, свинец. Нет, это не камни. И стекло. Цветное. Ну, слушай, такое уютное помещение, да? Да. Ну, здесь надо проветривать, поэтому... Ну, мне нравится. Правильно. Анна забралась высоко, видела далеко. Да. И уехала тоже далеко. Так она замужем за французом была, да? Не знаю. Да. И родился у нее сын Филипп. Она была влюблена в варяга, которого звали Филипп. Точно, это она. Но так как ей не судьба была выйти за него замуж, она вышла замуж за этого француза. Родился у нее сын и назвала она его Филиппом. Вот так. И потом был король во Франции Филипп. По-моему, первый. Потому что до этого у них таких именов не было. В общем, мне очень нравятся эти степени. Для писем. Для писем? Ну, letters, письма. Ух ты! Это ей письма доставляется. И так уже было написано? Letters, да? Да, нет, нет. То есть английский она знала. Молодец. Вот когда еще знали английский. Молодец. Вообще, мы какая-то была. Мы ее в трапезную. Идем. Выходим, идем в трапезную. Похоже, последний, да, наш пункт. Женщина сидела за компьютером и нас видела. Да. Что бы там делали. Так что не думать, если нет камер. Есть там все камеры. Это все нас видела. Ой, какой домик уютный. Посмотрите. Ага, красивый. Так, трапезная где? Я думаю, что там. Дальше нам надо еще идти. Яблонька. Что это? Яблонь? Да, красиво. В общем, направляемся в трапезную. А вот, наверное, это и трапезная. С такими солнечными. Не знаю. Сейчас посмотрим. С солнечными окончаниями остроконечными. С солнечными крестами. Даже не знаю, как это сказать. Сейчас пойдем посмотрим. Вот не знаю, мы все-таки это трапезная или нет. Сейчас посмотрим. Нет, это дом метрополита. А, это не трапезная. Жалко. Думала, попадем внутрь. Ну, так идем, надо быстрее снять, пока как раз служба не началась. Ну, как раз женщина хотела, чтобы мы попали, чтобы служба началась. А мы думаем вам снять видео, чтобы служба пока не началась. Правильно? Зачем людям мешать нам? Не, ну, может интересно, рассказывай. Мы думаем, что вот это вот трапезная. Ну, а иначе что еще? Ну, вот вам хоть все основное здание Софии. Засниму, ну, колокольник, который на всех магнитах, на всех значках. Просто тогда солнце било в объектив. На колокольню мы, надеемся, побываем обязательно. Так, где трапезная, Наташа, говорит? Вот она, ну. Красота какая. По указателям все можно найти. По-моему, женщину мы встретили, с которой мы встретили. Да, вот эту женщину мы встретили на Золотых Воротах. Она из Луганска, сама пообщались. Очень приятно. Здравствуйте, а вы здесь, да? Вы в трапезной? Да, на Киев смотрим. Да, мы тоже, да. Мы пойдем, так что, да, мы пойдем. Здравствуйте. Непонятно. О, водичка. Краяна. Цена 20 гривен, меньше доллара. Значит, можно здесь купить магнитики. Чуть тихая же никому не мешает. Ну, хорошо, началась служба. Я же показываю иконы. 350, цена 250. Ну, 10 долларов. Недорого, друзья мои. Магниты почем 40 гривен, 30 гривен. Хорошо, входим. Здрасте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, народ, такая карта интересная. Брусы, Литва, Жмоти. Интересно. А здесь не что? Ага. Вот такие вот часы правления. Времена правления, да. Спускаемся в туалет. Кстати, он здесь фри, бесплатный. Честно сказать, после Михайловской, там был туалет, конечно, так жесть. Честно. Ну, хороший. Подожди, мы же с Михайловской не платили за вход. А, да, там туалет платный. Здесь и путили за вход. Да, здесь туалет, нормальная туалетная бумажка есть. Так что, народ, заходите, пользуйтесь. Фу, ну что, народ, мы очень довольны, конечно. Вот трапезу вам тоже показали. Понятное дело, ничего там не надо было говорить, надо было молчать, просто слушать. Ну, просто, если бы мы не пришли, мы пришли бы пораньше, не во время службы, конечно. Мы ещё пришли уставшие после, наверное, четырёх экскурсий мы вам сняли. Это какой пятнадцатый столёте? Ну, вот сами пишите, как вам вообще вот Софийский собор прочувствовали? Вообще, это вот мега просто, мега культурность, мега значение. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем показывать Киев, Эмираты, другие страны. Всегда с вами. Приезжайте в Киев. Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok